МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Потушить овощи с огнём". В Кемеровском гипермаркете прошли масштабные учения. Мечты не сбываются. Вместо горящих путёвок кузбассовцы получают прогоревшие турфирмы. Неприятные сюрпризы не дойдут до адресатов. Кузбасский полицейский задержали на Мариинской трассе фуру с 11-тонными контрафактного алкоголя. На телеканале «Мой город» время новостей. В студии для вас работает Анна Печенегова. И Дмитрий Петин. Информационную картину дня в Кузбассе. Прямо сейчас вам представим мы и наши коллеги. Кузбасские соцработники, педагоги и воспитатели будут получать на 10% больше. Об этом сообщил губернатор области Аман Тулеев. Меры поддержки вступают в силу с 1 октября. Повышение зарплат соцработникам за последние полтора года происходит уже в четвёртый раз. За это время средняя зарплата выросла на 40% и сейчас составляет почти 15 тысяч рублей. А кто им поможет, кроме нас, кроме власти? Да никто. И вот они бесподдержки, родные, близкие, брошенные. И вот наши социальные работники приходят к ним. И получается, он социальный работник, а на самом деле он и повар, и санитар, и уборщик. В Кемерове потушили один из крупнейших гипермаркетов. Там прошли учения на волне проверок после пожара в Красноярской высотке. Напомню, что там дотла выгорели 40 квартир. На следующий день после инцидента Аман Тулеев потребовал провести в Кузбассе масштабное противопожарное учение. Рассказывает Антон Лимонов. Пока пожарные в пути, спасение посетителей и самих себя – дело рук сотрудников гипермаркета. Они показывают аварийные выходы и не дают начаться давки и паники. К приезду спасателей большинство посетителей покидает гипермаркет. Тех, кто остался внутри, выводят или уносят. Уже профессиональные пожарные. Отряды газоспасателей работают в связке по три человека. У каждого из них одна такая маска. Она сделана из негорючего полимера. В нее подается сжатый воздух. Пожары в огромных залах гораздо проще тушить сверху. Поэтому к магазину подъезжают специальные вышки. Всего же задействованы 11 единиц самой разной техники. Директор гипермаркета говорит, что помещение построено из негорючих материалов, а разного рода пластмасса в магазине почти не используется. Нет, ничего такого нет. Ничего такого нет. У нас проекты стандартные, все проработанные. И в них изначально заложена пожарная безопасность. Поэтому риски здесь минимальны. В целом пожарную безопасность гипермаркета оценили удовлетворительно. Но после нашумевшего пожара на высотке Красноярска, многие хотели убедиться, что спасатели и пожарные профессионально справляются со своими обязанностями. И в частности, насколько высоко может забраться современная техника. Находится у нас на вооружении техника до 50 метров. Это автолестницы, это коленчатые подъемники, которые могут подать огнетушащие вещества примерно до 20 этажа. Это я заострю внимание, огнетушащие вещества. Но и проводить спасательные работы не выше 16-17 этажей зданий. Это не последнее учение подобного рода. Но кроме мест большого скопления людей, спасатели в самое ближайшее время проверят и жилые высотки, чтобы в Кузбассе не случилось повторение Красноярского пожара. Антон Лимонов, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Проще предотвратить беду, чем кого-то потом спасать. Сегодня в Кемерове активисты Народного фронта обсудили новый закон о социальном обслуживании граждан. Он вступит в силу в следующем году. С 1 января работа с социально незащищенными слоями населения кардинально изменится. Особое внимание государство будет уделять не только попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и тем, кто рискует в ней оказаться. Для нас важно что сейчас? Понять. Во-первых, как идет обсуждение этого закона. Нам нужно понять, какие проблемы для нас возможны в перспективе, которые начнутся с реализации этого закона. Для того, чтобы уже сейчас отреагировать на это и предложить свои замечания, предложения в Центральный штаб Общероссийского Народного фронта. Все технические специальности теперь будут преподавать в одном университете. Эта идея кузбасских депутатов может уплатиться в региональном опорном техническом университете. Проект открытия в регионе такого масштабного вуза сегодня обсуждали на заседании Общественной палаты Кемеровской области. С подробностями Антон Ивачев. Николай Козлов – студент второго курса КУСГТУ. Еще школьникам он решил посвятить жизнь энергетике, однако уже на первом курсе понял, что ошибся. Маленькая зарплата, проблемы трудоустройства – об этом студент Козлов слышал от друзей и по телевизору. А вы уже смотрели какие-то по своей специальности места работы, заработок где-то в интернете? Да нет, пока что не особо. Ну, пока еще какой, только второй курс, как бы еще только внедряешься в учебу, только понимаешь, в чем суть профессии. Но на начальных стадиях пока что не особо заинтересовало. Невостребованность технических специальностей в России – это миф, который нужно развеять, как можно скорее уверены в Общественной палате области. Вместе с ректорами областных вузов чиновники сегодня обсудили проблему нехватки технических кадров, на которую в последнее время все чаще жалуются промышленники. На заседании было решено обратиться в Общественную палату России с предложением создать в Кузбассе новый вуз. Структура, которая объединит учебно-материальную базу существующих вузов, то есть интеграция, объединит, значит, создать систему четкую по подготовке кадров по направлениям. Горное направление, металлургия, значит, химическое направление, углехимия. Будет ли это совершенно новое учебное заведение или опорный вуз построят на базе уже существующего – пока непонятно. Ясно одно – поднимать престижность технических специальностей, а заодно и уровень образования студентов сегодня нужно всеми доступными способами. Создание выносных кафедр на предприятиях – идея кузбасских вузов, которая уже работает. Преподаватели читают студентам лекции прямо у станков, а предприятия присматриваются к потенциальным работникам. Чтобы найти работу сегодня, достаточно просто иметь под рукой интернет. Инженер-энергетик. Зарплата от 25 тысяч рублей. Требуется инженер-энергетик. А на сайтах крупных промышленных предприятий и подавно ничего искать не надо. Как говорится, было бы желание. Антон Овачев, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Общественная палата просит принять ограничительные меры в отношении маркетологов и производителей алкогольной продукции, использующих образы героев Великой Отечественной войны и патриотическую символику, в частности, георгиевские ленточки. По мнению инициаторов, подобная рекламная политика оскорбляет историю государства и память погибших героев. Вот что сказал по этому поводу член общественной палаты Султан Хамзаев. Я считаю кощунством использовать в рекламе алкогольной продукции образы, которые у нас ассоциируются с Великой Победой. Когда любой маркетолог может поместить портреты героев Великой Отечественной войны на пивные банки и назвать это патриотизмом. Где в итоге окажутся эти образы героев, всем понятно. Там же, где и все пустые пивные банки и бутылки в мусорной урне. В Мариинске задержали фуру с 11 тоннами поддельного алкоголя. Сотрудники МВД изъяли водку, текилу и спирт. Водитель утверждал, что везет минеральное удобрение. Таким образом, полиция пресекла крупный канал поставки нелегального спиртного. Наши коллеги продолжат. В крытом кузове сюрприз. Полицейские остановили фуру, в которой, по словам водителя, удобрение. Вот только в коробках то, чем явно не стоит поливать растения. Содержимое бутылки выдает характерный запах. Это чистый спирт. В фуре, кроме него, еще сотни литров русской водки и даже мексиканская текила. Правда, где были произведены напитки, сложно сказать. Водитель уверяет, что он лишь занимается перевозкой и ничего не знает. Сотрудники МВД выяснили, груз шел из Томской области. Продавать суррогат собирались в магазинах Кузбасса, в том числе и в самом Мариинске. В полицию уже жаловались, что на территории города торгуют паленкой. Местным жителям продают суррогат, несмотря на то, что в Мариинске есть два крупных завода, выпускающих легальный алкоголь, которые справно платят акцизы. Мариинск под контролем. Об этом полицейские говорили еще в начале сентября. На пресс-конференции, которую организовал Кузбасский алкогольный союз, посвященной состоянию алкогольного рынка области, журналисты задавали острые вопросы относительно каналов поставки поддельного спиртного. И посмотрим, насколько будет эффективна эта точечная работа по Мариинску. Это как, ну, с одной стороны, большой-небольшой город, достаточно большой. И потом, чтобы это не было голословно, мы представим те результаты, которых мы добились. Результаты уже впечатляют. Полицейские не просто изъяли 11 тонн поддельного алкоголя, но и пресекли крупный канал поставки суррогата в область. На этом сотрудники правопорядка останавливаться не намерены. Края работе не видно. Сейчас, по оценкам экспертов, около 60% продаваемого алкоголя в Кузбассе является поддельным. Каждый день из-за отравления спиртным умирают люди. Кузбасские производители не работают в полную силу, поэтому не отправляют в областную казну деньги в виде налогов, какие могли бы платить. Соответственно, в регионе строится меньше больниц, школ и детских садов. Значит, и работа полиции не должна прекращаться ни на минуту. Наталья Токмагашева, новости моего города. В Кемерове стали чаще угонять автомобили. Причем повышенный интерес у преступников вызывают советские авто. За два дня неизвестные угнали 11 старых копеек и семерок. Девять из них уже вернули владельцам. Кому понадобилось столько старых автомобилей, инспекторам еще предстоит выяснить. А пока сотрудники ГИБДД напоминают, чаще всего угоняют транспорт без сигнализации. На то, чтобы завести такой автомобиль, злоумышленники тратят не более 30 секунд. Стражи порядка рекомендуют позаботиться о сохранности своего авто. Чем больше будет противоугонных систем в автомобиле, то есть блокиратор, электронный блокиратор, сигнализация, чем больше и будет, тем больше времени вор потратит на то, чтобы автомобиль завелся и поехал. И, соответственно, чем больше времени потратит, тем меньше шансов, что он все-таки уедет. То есть он поймет, что автомобиль оборудован достаточным количеством противоугонных средств, бросит это транспортное средство. Если вы стали свидетелем преступления или правонарушения, или сняли на телефон что-то необычное, звоните журналистам телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300 0300. Ваш рассказ услышит весь Кузбасс. Этим летом прекратили свою работу 14 российских туроператоров. Уже никто не ведет статистику пострадавших. Слишком много тех, у кого был испорчен отдых. И на днях премьер-министр страны Дмитрий Медведев своим постановлением обязал турфирмы выдавать клиентам авиабилеты за сутки до отправления. И это лишь одна из мер безопасности, которая, тем не менее, может лишить россиян горящих путевок. Что происходит с российским турбизнесом и как обезопасить себя, расскажет Анжела Паутова. Здесь, в своем рабочем кабинете, Нафиса Соколик долго мечтала об отпуске в жарких странах. 21 июля, казалось, момент настал. И она вместе со всей семьей отправилась в аэропорт. Вот только там их не ждали. Позже выяснилось, хозяйка турфирмы Ривьеров, которая Нафиса оплатила свой отдых, собрала деньги с туристов и исчезла. Пришлось занимать деньги и покупать новые путевки. С Ривьерой семья Соколик судится до сих пор. Только пока безрезультатно. Долг в 153 тысячи рублей никто не вернул. Позанимали деньги опять. Вот сейчас вот в долгах опять сидим. Так что спасибо этой фирме. Ну а насчет денег я не знаю. Мы заходили, она сказала, что денег у меня нет. Не знаю, когда она их отдаст нам эти деньги. Россиян, у которых отпуск не удался, этим летом тысячи. Причиной тому не только недобросовестные владельцы агентств. Менеджер кемеровского турагентства Рената Димова считает, кризис турбизнеса из-за того, что подскочил курс валют. К тому же первое крупное банкротство компании Нева не могло пройти бесследно и для других фирм. Менеджер рассказал, а сейчас турфирма по своей инициативе дополнительно страхует клиентов. В перечень страховых случаев входит случай приостановления туроператорской деятельности. Ну, проще говоря, разорение туроператора. Как правило, эта страховка стоит 5-10% от тура в среднем. То есть, в принципе, если средняя цена тура 50 тысяч, то получается дополнительная страховка вот эта вот не так уж и дорого выходит, учитывая то, что все риски учтены. И туда входит не только разорение банкротства туроператора, туда входят какие-то причины, по которым турист не смог вылететь, но они не входят в стандартную пакетную страховку. Недавно появилась информация, что россияне могут лишиться горящих путевок. Рената Димова в этой информации сомневается. Единственное опасение – это то, что туристы должны будут получать документы за день до вылета. А это возможно и в оформлении горящих туров. Еще одна новость по интернету – можно будет следить за своей путевкой. Менеджер в реализации такой меры тоже усомнилась, ведь такой информации туроператоры не дают даже агентствам. В отделе по защите прав потребителей рассказали – обезопасить себя полностью невозможно. Нужно просто знать, как действовать, если вы попали в сложную ситуацию и правильно выбирать турагентство. Обращаясь к турагентству, все-таки лучше обращаться к зарекомендовавшим себя, длительное время существующим на рынке. Может быть, пользоваться советами друзей и знакомых, кто уже неоднократно отдыхал. Очень внимательно, большое внимание уделять подписанию договора, который вы с турагентом подписываете. Обязательно обращать внимание, кто является туроператором. Ну, опять-таки, желательно вам зайти в интернет, поинтересоваться про этого туроператора, сколько лет он на рынке, насколько он успешно свою деятельность существует, нет ли у него никаких проблем. Ну, если все нормально, то уже, если вся эта информация есть в договоре, то уже подписывать договор и лететь отдыхать. Также туристу важно помнить номера Федерального агентства по туризму «Ростуризм» и Ассоциации операторов «Турпомощь». Умирать от голода за границей вас точно не оставят. В любом случае выбор, отдыхать или не отдыхать, такое сложное для туризма время остается за вами, ведь кто не рискует, тот не ездит в жаркие страны. Анжела Паутова, Константин Червяков, новости моего города. Как превратить детские каракули в произведения искусства? Подробности во второй части выпуска. Зарыть инициативу в землю. Новокузнечанина ждет штраф за эксперимент по закапыванию людей. Птичку жалко. Сердобольные кемеровчане спасли жизнь сове. Кемеровчане спасли дикую болотную сову. Мало того, что ночная хищница средь бела дня застряла в решетке парка Веры Волошиной, так еще и подверглась нападению ворон, которых разогнали проходившие мимо дети. Но на этом беды совы не закончились. Попытавшись улететь, она врезалась в жилой дом и упала на землю. Чтобы спасти птицу, неравнодушные кемеровчане отвезли ее в областной департамент по охране объектов животного мира. Там хищница провела целую ночь. Сейчас здоровью совы ничего не угрожает. Ее будут выхаживать сотрудники музея-заповедника «Томская писаница». В течение 30 дней у нее будет карантин, где наши сотрудники и ветеринарный врач будут ее ежедневно осматривать. А потом совместно с департаментом охраны объектов животного мира если будет принято решение, то эта птица будет отпущена на волю. В Новокузнецке за необычный тренинг организаторам теперь придется расплатиться. Месяц назад больше 20 человек согласились, чтобы их закопали заживо. Решили таким образом пройти проверку на прочность. Смельчакам занятие пришлось по душе, а вот противники этой идеи решили привлечь инициаторов к ответственности. Наш корреспондент Елизавета Черняк ушла под землю, чтобы в полной мере оценить эксперимент на себе. Развлечение, которое в начале августа организовал новокузнечанин Андрей Ефремов, наделало в городе много шума, вплоть до вмешательства полиции. Сам же инициатор объясняет, что просто хотел провести обычный эксперимент. Но к нему присоединилось слишком много людей. У меня знакомый, он психолог. И он где-то случайно увидел видео такое, что людей закапывают в Москве где-то там. Ребята просто видели. И мне скинул ссылку, говорит, вот смотри, как делать, давай так же. Ну давай. На самом деле, ну ничего такого. В детстве все в песок закапывались на речке. А тут только просто с головой и дышишь через шланг. Разница-то особо никакая. В тот день, 3 августа, Ольга Стрябчева вместе с 20 другими добровольцами решила закопаться под землю, чтобы преодолеть свои страхи. Говорит, получила, что хотела и даже готова повторить это снова. Испытывать счастье просто от всего. Это вот именно вот это чувство. Первые, наверное, два часа после закапывания. Это очень яркие ощущения, очень яркие эмоции жизни, которые стоит испытать. Несмотря на положительные отзывы участников, у рискованного занятия нашлись противники. Кто-то ограничился гневными комментариями в соцсетях, другие оппоненты пошли гораздо дальше. В итоге дело дошло до заявлений в полицию. Сотрудники полиции выяснили, что организатором сомнительного тренинга являлся 31-летний местный житель, который развернул широкую рекламную кампанию своих услуг, обеспечив клиентскую базу. Однако разрешительных документов у него не оказалось. Полицейские составили в отношении нарушителя административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». Санкции статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере до 2000 рублей. Впрочем, Андрей с друзьями и не скрывают, что собирали с участников деньги. Когда стало понятно, что к эксперименту хотят присоединиться все новые и новые участники, организаторы, коими они стали поневоле, не решились брать на себя все расходы. Сошлись на сумме 100 рублей с человека. Деньги, которые пошли не в собственный карман, а были потрачены на элементарные вещи, без которых в этом деле не обойтись. «Эти деньги у нас шли на чай, на печеньки, на сигареты на трамваи, на всякую такую фигню. Опять же, там те же важные салфетки, пакеты мусорные, которые на ноги одеваются. Это все расходники, это все надо, я не хочу сам за все это платить». С финансовой стороной вопроса разберется полиция. Нас же волнует другое. Насколько такая забава может быть опасной? Чтобы это проверить, я решила сама провести под землей несколько минут. Есть такое выражение, хорошее, не рой другому яму, сам в нее попадешь. Но в случае со мной сейчас все происходит наоборот, потому что яму так называемую я сейчас готовлю самой себе, можно сказать. При этом, мне кажется, что чем глубже она будет, тем лучше, ощущения будут более реалистичные. Ну вот теперь, что я могу сказать? Самое страшное, что я испытала за эти... Сколько я там пробыла? Минут 10. Самое страшное за эти 10 минут – это процесс откапывания, потому что действительно силы свои в этот момент практически невозможно оценить. И если без подсказок Андрея перевернись на бок, если ты сопротивляешься, ты испытываешь какие-то нереальные ощущения, тебе хочется наружу, тебе хочется жить. Может быть, это дает какие-то дополнительные силы, какой-то стимул, чтобы выбраться все-таки из-под земли и ступить уже на эту грешную землю обратно. На самом деле, это очень сложно, особенно освободить голову. Даже из-под 10-сантиметрового слоя земли. Массовых закапываний Андрей Ефремов больше проводить не намерен. По крайней мере, пока не побывает в суде и не попытается доказать свою правоту. В любом случае, новокузнечанин сделал для себя выводы. Чтобы не привлекать новые проблемы, впредь он не станет афишировать свои увлечения. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Волейбольный Кузбасс на родной площадке продолжает борьбу за Кубок России. В эти минуты команда Дениса Матусевича играет с Нижегородской губернией. Все подробности этого матча завтра в репортаже Антона Ивачева. Ну а у нас на этом все. В студии для вас работали Дмитрий Петин. И Анна Печенегова. Ну а далее с вами Георгий Демин, который в своей рубрике тем временем расскажет о том, что видит мама в рисунках дочери. Здравствуйте. Тем временем блогеры заинтересовались техникой превращения детских рисунков в шедевры. Кто бы мог подумать, что у бессмысленных каракулей ребенка такой скрытый потенциал. Живущая в Торонто художница Рут Устерман выводит креативность на совершенно новый уровень, превращая творчество двухлетней дочери Ив в красивые картины. Для Рут это вовсе не бессмысленная мазня. Случайные для постороннего взгляда линии Ив мама превращает во вполне распознаваемые формы. Кривая становится ухом слона, другие линии – изогнутыми ветвями дерева. Ничто не ускользает от ее глаз. Она может увидеть форму лица женщины или крючковатого носа птицы, где большинство людей видят только случайные штрихи. Как здорово! Очень хорошее воображение. Дуэт матери и дочери творит невероятные произведения. Весь процесс начинается с оригинальных набросков Ив. Затем Рут работает акварелью, быстро превращая сырой набросок в уже готовую живопись. Мама написала в своем блоге о том, что со временем, когда мы стареем, мы теряем тот истинный талант, данный нам с детства. Рут утверждает, что дети способны пробудить во взрослых дремлющий креатив. Чем старше мы становимся, тем больше границ создаем для себя. Однако в детстве границ не существует. Художница бесконечно благодарна своей дочери за то, что та позволила ей видеть мир и рисовать сквозь призму ее прекрасного невинного детства. Тем временем оставайтесь с нами на сайте моего города. Смотрите и делитесь с друзьями хорошими новостями. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!